Группа когда-то была, а сейчас почти её не слушаю. Ну что там, господа, RedFod против команды Vintro. Vintro, Vintro, Vintro. Да, кинули монетку, кто будет за кого начинать. И команда Vintro у нас будет начинать за КТ. Камкарта D.Nuke, с вами Electronic Games Television, фанат Рока. Сегодня Плехановка, вторая групповая... Третья групп... Как сказать-то правильно. Групповые встречи у нас проходят. Группы B. Вчера не успели, увы. И, да, NL, NL, потому что попросили поменять время матча. Слишком долго им, видимо, 2 минуты. Надо поставить минуту 45 секунд. Да, интеллигенты... Плюс за Рок и косуху. Да, я думаю, кстати, если сегодня часов 8 это всё закончится. Если, надеюсь на это, по крайней мере. Хотя там Бо-3, как-никак. И там достаточно долго всё это будет проходить. Возможно, со зрителями погоняем ещё. Гоу-рестарты, гоу-рестарты, гоу-гоу-гоу. Наверное, на хелс-барах не написано команд, потому что, смотри. Винтро у нас Мавр не поставил клан-тег, поэтому только когда 5 игроков поставят свой клан-тег, будет отображаться сверху. У Рэдфот, как можно заметить, да, РПХ. То есть название группы Рэдфот полное. Вот, пожалуйста, я название сверху. У Винтро же Мавр не поставил клан-тег, и в итоге, вот, пожалуйста. Опять же, 2 минуты раунд. Не нравится это команде Рэдфот. Да, и у нас, скорее всего, опять НЛ. Да, всё. Вписали, видимо, и ESL-конфиг, дамы и господа, 3 на 3 или 5 на 5. От 25 марта 2013 года. Вот такой вот конфиг у нас стоит на сервере, на котором будут играть у нас сейчас игроки. Да, также приветствую GoodGame, КСПЛ, Твич, СК2ТВ и КОХУ, соответственно. В косухе с длинными волосами, прям как красная девица, да. Именно так. Да, последний концерт, я тогда очень сильно заболел, потому что стоял под дождём часа 3, наверное, но это было очень весело. Банда была, ну, ясно. Ясно, Низис, ясно. Ну что, что у нас будут делать команды Рэдфот? Будут они, видимо, пытаться играть через улицу. Зотты будет принимать это всё действие в данный момент. Давайте посмотрим, вот, как это будет. Мейн, мейн сразу это будет вверх, скорее всего. Давайте посмотрим, просто сверху падают вниз. Да ладно, да не поверю никогда. Ну, такая страта, ну, Мавр всё-таки делает минус луната, Зотты убили. Бомбу не дали поставить, молодец, РЗ! Просто красавчик, всё, уже запланили по полной программе. Баунтик и... Флендер... Фленд, Фленд, просто Фленд будем называть. На длинной получает Фленд сразу же плюшку в голову, звук пистолетов, Мавра. И два в один, бомба лежит на пленте. Надо сейчас чисто на бомбу играть. РЗ, просто перед его носом закрыли дверь, он решил... Не-не-не, пускай будет открыто, всё правильно. Давайте посмотрим за баунтиком, который... Одиночка просто остался. И сейчас подымет... Нет, нет, ну его всё равно слышали, неправильно пошёл налево. Как, как, не слышали-то вы что, вы что? Нет, ну как же! Ну, два наушных... Двое наушников должны были спасти. Хома, здравствуй, здравствуй, дорогой. И 1-0, опять же, опять же, третий раз подряд забирает первую пистолетку у нас Винтра. Именно Винтра забирает пистолетки направо и налево в каждом раунде. Даже когда были четыре раза пистолетка в первом матче, когда постоянно вылетали люди, да, постоянно, когда заменили у Барта компьютер на ноутбук, всё равно все, все эти раунды, все четыре пистолетки первые, забрали именно Винтра. И это, я должен сказать, большая моралька. Очень, очень сильно на мораль давит, точнее, подымает, так сказать, дух молочником. Нет, у меня... Они самую первую... Нет, ну там неизвестно было, но фактически, можно сказать, выиграли, потому что у них там всё равно позиция-то лучше была. Террористы все калёные были. Вот она, вот она МАК-7, вот она мощь, понимаете, да? Хоть с такого среднего расстояния, всё равно два патрона, и нет, нет террориста. И сейчас ещё минус один от Барта, отлично, ещё и в голову. Бомба рванула? Нет, Руль. Да ладно, бомба рванула. Ну ладно. И просто Барт делает минус три с своего МАК-7, окупает полностью свой дробовичок. И последний слив от команды террористов, от команды RedFot. Спросите, почему они слив в третьем раунде сделали? Да потому что они бомбу не поставили. Вот оно. А что такое? Спонсоры-партнеры. Что тебе непонятно? Что не так с спонсорами и партнерами? Ну что, террористы будут, видимо, от минуса играть. Два хп сносится, РКО, с грены. Велегает на дамаг с грен, как я и всегда говорил. Либо 90, либо 2-3 хп. Но это вообще не дело. Раскидка наверх у нас от баунтика. Видимо, сейчас будет врыв, врыв наверх. Нет, просто... Ай-яй-яй, бомбу, бомбу поставили! Так где бомбу поставили? Когда успели? Наверху же бомбу поставили. Луна там сидит, вон, за ящичками. Господи! Какой фейл, какой фейл. Ну как же так? Под дым просто зашел, заслепили и поставили бомбу. Как ни в чем не было. Да сейчас еще и возможно затачат, сжимал. Остается один. И да, да, она злее берется. Раунд за командой RedFot. Ну это фейл, конечно, это фейл. Я такого не ожидал. Дэш, шел бы ты отсюда. Вот серьезно, иди отсюда. Не нравится? Не смотри. Ну что, закуп у команды Кондров. По экономике все плохо. Если они сейчас проиграют раунд, то это будет уже 3-2 в пользу RedFot. Сто процентов АВП. Где же АВП? АВП почему-то у Барта. Барт, ну в принципе, один рампу. Да, может спокойно затащить. Делает сразу же OpenFrag на РКО. Мало хп остается у РЗ. Но это заявлено победа в этом раунде все равно. Тем более еще и Зотты вовремя ловят баунтика. Там еще и Мавр. Немного, немного не получилось его дожать. Жалко-то как. Но все равно, РЗ неплохо отыгрывает Бар. Тем более еще ловят Вокеза. И Лунат остается один-одинешенько. С бомбой в руках. С героем в душе. Конечно же, РЗО зря слоу хп пытался туда пройти. Но тут с двух сторон просто Мавр и Брэйн решают. И 3-1 в пользу Винтро, дамы и господа. Слив у команды террористов должен быть... Нет у них никакого закупа фактически. Негативный троллинг. Lucky Strike. Нам откуда знать в каком... Ой, простите, но это было просто эпично, действительно. Спасибо большое, Lucky Strike. Очень тебе благодарен за такой маленький троллинг. Ненавистника. Ксгоу или, возможно, моих стримов, в общем. Смотреть, нет, все-таки один, два, два калаша есть у РХО и Фленда. Должна быть динамичная игра. Это карта, где решают именно тимплеи, а не какой-то скилл. Должны решать раскидки, выходы куда-то. Но вот этот вот отстрел через дымы... Как мы можем заметить, что террористы просто получают люлей. Очень сильных люлей, тем более от РЗ, которые зоты очень отлично защищают улицу. Сделали минус два, и тут уже безысходность подгорания у террористов. Вышли они, конечно, на рампу. Да, но... Долго... Надолго или хватит? Вопрос. И Флэнт остается один. Батроны кончились. Не вовремя совершенно. У обеих... У обоих игроков, прошу прощения. И просто через стену уже наяривает зоты. И 4-1. Виндеру нужно, как минимум... Две команды выиграть еще в групповом этапе. Нет, нету М-ки. Ой, нету глушака у М-ки. Все, финитальная комедия. Улетел. Безызвездность. Безысходность. Теперь. У людей, которые раньше играли с М-кой. И обязательно, обязательно, чтобы меньше разброса... Разброса было. Надевали глушак. Ну что, массовый слив на улицу. Что у нас? РЗ, РЗ, РЗ. В ангаре стоит. Задымили его. Беднягу. Зоты. Вот сейчас зоты должен просто наяривать. Минус 1. Давай, дружи. Минус 2. Да, получается. Жалко, что минус 5 не получилось. На мувик бы пошел вообще отлично. Жалко. Ну ладно. Что было, то было. Потише сделал наушники. Прошу прощения. Просто я сам себя заглушаю, так сказать. Лунат. Ну смотри, какой хитрец. Вокис там как-то уже успел настрелять баунтику. Бомба, кстати, лежит на улице. Так что... У Луната бы ничего не получилось, если бы только у него бомба на руках была. И на рампе больше не сливается. В смысле на рампе больше не сливается? Дэдман, да ладно тебе. Хорошая игра. Хоть и со своими багами в установке и обновлении, но все равно хорошая игра. На самом деле это просто у меня наушники... Ой, это микрофон очень хороший диапазон имеет. Ну что у нас? 5 минуса играют террористы. Не спеша. 5-1 проигрывают. Понимают свою позицию плохую достаточно. Чтобы был ли кто-то на желтый. Нет, на желтый никто не полез. И опять же раскидка сейчас будет наверх. Видимо, заход с улицы в мейн. Опять же вниз на плент Б. Размены баунтика на РЗ. 4 в 4. И пошла раскидка. Брейн уже сразу... Занимает позицию, чтобы отличиться... О, не видеть, не видеть флешек. И вовремя Барт лоит. Ну смотри, смотри, что происходит. Просто Вокис не прочекал солнышко. И Мавр должен сейчас сделать просто минус 2. 6 хп. Нет, не хватило у него, увы. Патрон. И Лунат остается опять один, скорее всего. Ну, можно сказать, один уже. И коллега Флэнд, которого 6 хп. Не знаю. На костылях он там ходит. В чем держит калаш. Но он уже, можно сказать, не игрок. Не игрок в этом раунде. Тем более еще Барт ловит Лунату. И Флэнду просто надо сейвить АВП, который он только что подобрал на улице. Кстати, откуда там АВП, непонятно. В общем, Брейд останавливает Флэнда. Не дает ему засейвиться. И 6-1, дам господа. Винтра уверенно лидирует за КТ. Кто-то мне говорил, что Нюк стала теровской мапой. Ну, не знаю. Контра какая-то стала балансная. Слишком балансная. Богохульник, на костер тебя. Что? Не понимаю, откуда столько жалоб. Да еще от тех, кто не играл. Да, никто не заставляет играть в CS GO. У каждого свое предпочтение. Я тоже уважаю CS 1.6. Люблю CS Source. Пусть и CS 1.6, которые играют люди, скажут, что Source угэ, унылая. Но все равно я лично Source люблю. CS GO достаточно неплохая все равно игра. То есть, она сделана была именно для игроков, таких командных, а не для паблика как такового. То есть, именно здесь раскидки решают очень многое. Тимплей. Не то, что стрельба. Да, GO стримы смотреть, конечно, удобнее. Это безусловно. Так, ну что у нас? Остальные части молчат пока что. С К2ТВ, я читаю тебя. 1.6 не очень сейчас. Прошла инфа от Гохи. И М4 в CS GO очень плохо вылили. Ну что, закупы террористов, закупы контролл. У Барта, конечно же, АВП задымили, увы, вот это место. И у Барта очень плохой обзор для АВП. Но, правда, для хелпы достаточно для того, чтобы убить на выход какого-то террориста, который хочет, хочет крови. Ой, какая щель-то была от Барта. Великолепная. Что это? Выход на рампу? На АВП? Да вы что? Да вы издеваетесь. Да это самоубийство. Лунат и Вокис уже познали всю силу Барта, тем более еще и РКО. Но, опять же, Флэнд остается один. Один против троих, тем более Брейн его перестреливает с легкостью. И 8-1 уже, ну, какая-то, какая-то, не знаю, вяленькая игра, трэдфод, никаких таких выходов было. Конечно, мне понравилась очень раскидка вверх, выход в мейн и поставили бомбу снизу. Пытались, по крайней мере, поставить бомбу снизу, немного у них не получилось. Но, что-то как-то вяленькое. Видимо, проработали очень мало страт, которые можно использовать на этой карте. И что у нас? Опять закуп? Закуп командирующихся. Да вот чего. Да вы издеваетесь. Да еще и АВП есть. Сейчас ловит. Дерзе! Да как так-то, господи! Очень неплохо Винтеры решили после того проигрыша от Айспорт на Шна-14 на Инферно. Или, возможно, просто у них нюк, очень хорошая карта, очень сильная, которую они очень часто играли. Винтера, это же старый Дэдфиш, в сорсе, которые были. И именно у Дэдфиш я хотел забрать страту для своей команды, когда они раскидывали вверх, а сами выходили улицу, когда рампа, понятное дело, хочет... Ну, типа выход на рампу, а на самом-то деле все не так просто. Точнее, выход на улицу... Господи, я заговорился, все. Уже начинается. Ну что, Флэнт опять остается один, у него в руках АВП, ай, ловит, ловит зоты, и два в один, не надо лезть, не надо вообще ничего делать, бомбы у него нет, бомбы где-то, бомбы где-то слили, и... что у нас? 25 секунд, дамы-господа, 25 секунд, чтобы затащить в этом раунде, и... Флэнт попытается, конечно. Наверное, у него это получится, тем более он выходит так на Брейна, свободно просто. 9-1, Винтра ведут. Надо мне написать Мавру, чтобы он поставил Клантека, то как-то действительно в хелсбаре сверху не написано то, что нужно. Ну что я думаю по поводу группового этапа? Группа Б у нас точно выйдет... Ладно, скорее всего выйдет МТЕ и Винтра. Как раз следующая игра будет Винтра против МТЕ, и посмотрим, как оно все будет. Вот, кстати, выход был наверх, и... даже Редфот заберут, видимо, второй раунд. Барт остается один про четверых, 7 хп у Бонтика! Да молодец же какой Барт! Смотрите-ка! И пауза! Ну как? Не вовремя пауза! Ну что вы издеваетесь-то над нами? Жалко. Жалко, не досмотрели этот момент. Ну что, гудгеймовцы, вы будете с нами общаться? 7-4-2, БЛР, Денчик, Гормил, Рамирос? Че молчим? Почему молчим? Да и твич замолочал КСПЛ тоже, СК2ТВ там между собой все общаются. Нет, не взорвется. Даже на Гохе и то больше один человек пишет, нежели 10, сколько, 9 человек на гудгейме. Ну вот да, я и говорю, что ты не молчишь с таким. Почему все в основном на СК2ТВ там неудобно в чат писать? Да ладно тебе, там все удобно очень. Такой же чат, только там еще очень много разных интересных смайликов. Стример, скажи, каналы в мирке? Какие каналы в мирке? Господи, да что за хейтеры-то пришли? Аблэйз тоже иди отсюда. Иди, иди. Хейтерочки, хейтерки. Ой, топер КС. Нет, нет, нет. Все, я котирую столько на КСГО теперь. Пацаны, ГО забаним его. Ну ладно, ладно. На самом деле очень часто мне это говорят. Блэйр. Что меня... Да, задержек-то много. Ты вчера не видел стрим. Вчера за 4 часа была отыграна только одна игра, которую я застримил. Это Раш 3D против ТТ-Соли 1610 на... На Нюки вроде они играли, да. И это было ужасно. Столько ужасно, что меня просто бомбануло, я... Привет! КСГО, КС 1.6, но механика КС 1.6 больше механики КСГО. Ну... Я не знаю, что ответить на это сообщение на самом деле. У каждого свое предпочтение. Опять же повторюсь, что я уважаю КС 1.6, люблю КС Сорс, но игра КСГО очень неплоха. Так, на Твиче у нас сколько человек сидит, которые могут писать в чат, интересно. Ах, не открывается, не открывается. Что значит, зачем тебе? Все турниры... А, ты смотрел? Кстати, забавный момент. Меня смотрело, наверное, на СК 2 ТВ, на главной, когда у меня бомбануло, человек 30 от силы. Когда уже все поняли, что это безысходность. О, все, 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 Барт делает еще минус 3, и опять пауза. Что такое, а? Ну, Лунат против Барта 1 на 1, да? Бомба стоит где-то 20-15 секунд. Лунат будет, конечно же, играть на бомбу. Эх, увы, мы не слышим. Тихо нет. И Лунат по таймингу. Просто по таймингу выходит и забирает Барта, который сделал. 1-4, минус 3. Это было великолепно, на самом деле. Немножко ему не хватило. У людей нет денег. А, ССГЛ, как вариант. Матчмейкин, в конце концов, в CSGO есть. Зачем что-то еще придумывать? Что у нас, опять выход вверх, видимо, там в наглую Брейн попытался остановить аркаду. Да, Молотова уже придумали. Молотова есть, чтобы останавливать аркаду, фастовую. Конца от концов, опять же, у нас террористы от минуса пытаются отыграть, понимая, что надо им хотя бы взять раунда 4-5 за сторону террористов и будет все более-менее за КТ они как-нибудь, да, отыграют. На самом деле, у Винтра очень хорошие страты за террористов. Они мне сейчас должны очень сильно радовать. У Дэдфиш, по крайней мере, да, в сорсерском составе Винтра были очень неплохие страты. Ну что, сделали минус Лунато Роковой Вокез, а это, скорее всего, десятый раунд. Большую свинюшку команды Винтра. Да, 10-2. Три раунда остается до конца первой половины. Это шутер, а не аркада. Ну, не знаю, как насчет потихоньку вымрут. Но все равно, я в CS 1.6, допустим, не могу смотреть, но играть, потому что графон. Реально, графон обижает. Ну что, опять террористы от минуса, будут играть. Да, двое на рампу, один на скрипе, один на цементе, один смотрит куры. Нет, Флэнт вроде вообще на улице, смотрит улицу, аркаду. Непонятно, что они вообще творят, что они хотят сотворить. Рика, отличная гренка прилетает. Ну, у них, правда, слив, и, скорее всего, это будет 11-2, хотя, опять же, хоронить какую-либо команду, это непорядок. Ой, вижу у баунтика Дигл, это опасный, опасный игрок, самый опасный, мне кажется, вообще в этом матче, в этом раунде, по крайней мере. Ну, вроде 20 или 30 человек сидит на Твиче, который могут писать, тоже молчат. Ммм. Ну, опять же, да, у людей слив, безысходность, у нас последняя остается. С Глоком, там, конечно же, он ничего не сделает. Ну, плюс уверенность Винтра в завтрашнем, мне так скажем, показывает, что Редфот им не противники, совершенно. Ну, а че? Почему бы нет? На ESL, в CS Source, раунд тоже длился 2 минуты. Сейчас, тоже, пока не попросили 1.45 поставить, все играли с 2 минутами. В принципе, большая проблема в этом я не чувствую. Что 15 секунд минус, плюс, как бы. Ну, будешь ты на 15 секунд меньше сидеть, допустим, ну и что? Вообще, какие страты могут быть? Либо это фаст, либо развод, либо сидеть, 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 и на 20 секунде остается 20 секунд выходить куда-то. Ну, мне кажется, это не дело, абсолютно. Давить на мораль именно противников своих. Ой-ой-ой, Барзот, ты хороши. Бомба слета в мейне, отлично. У нас остается один-одинешенький, это предпоследний раунд. И где он, где он, где он вообще? Он на рампе, видимо. У нас сошивается. Давайте посмотрим за ним, за последним игроком команда террористов, команда РПХ, Редфорд. Да, сливает он Брейна. Народ потихоньку приваляется, было бы круто на плей-офф человек 14 набрать. Но это не от меня зависит. Я где мог выложиться, выложился. Да, и 12-2, как я и говорил, что безысходность луна-то, конечно же, один в три ситуация, там очень мало шансов, тем более, что бомба была у КТ-шников. Но она когда была выпущена? В 99-м году. КС-1-6 была в 99-м году, там, господа. Как мне один человек сказал, и мне автоматы пристало, на неделю-две, наверное. Леди и джентльмены. Армена, да, симулятор. Опять же, полузлив, полузакуп в последнем раунде, RedFord разбирают потихонечку контры в последнем раунде. Это, скорее всего, будет 13-2, но тут, да. Тут надо было следить за другой какой-нибудь игрой, на самом деле, за МТЕ, допустим, против нейм-тага. Так, Гудхалф действительно... Как? RedFord написали Гудхалф, но они всего лишь два раунда взяли, а молотов часто используют на турнирах? Да, часто. Смотря, правда, на каких. То есть, на Кампингарин Геймс редко видел. Молотов один раз. Один раз за три игры было. На Старладере больше. На Старладере чаще. На квалификациях всяких онлайн на Гоу Тайм, который я стримил, да, там 20 тысяч рублей за первое место. Там, кстати, Зенейшн будет участвовать, если что. Поборются 20 тысяч рублей. И там было 1-2 максимум за 16 матч, наверное. То есть, смотря, смотря какой турнир. Да, у нас же что-то заговорился, первая пистолетка проходит отлично для команды Винтера. Даже не знаю, комментировать это дальше или нет, потому что я думаю, здесь все понятно. Все настолько понятно, что в комментариях не нуждается. Понимаете? Винтера сейчас забирает 100% 17 хп фландера. Да, прикрывают, конечно же, мейты. И 14-2. Сейчас забирают еще один слив контров, но вряд ли они сделают закуп. Фактически не на что им закуп делать. Зачем-то еще и забирают флешки, грены. 2 флешки, точнее, диггл даже флэнд купил. Не, ну максимум, что они могли здесь взять, это 5 мак-7. Ну или попытаться сейчас что-то зарашить. Ну смотрим, да, 4 контра идет на улицу, видимо, сейчас будет какая-то аркада. Нет, 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 просто решили все вместе одну точку. Флэнд А без, ну против, точнее, закупа не вариант. Держать рампу так же, но улица, я думаю, тут тоже безысходность. Правда, минус 2 делает с грены и дигла, еще и лунат помогает, господи, 2 в 2 ситуация, но правда нет брони такой же, как у террористов, да, и террористы знают примерно местонахождение своих противников, что сейчас Брейна сделает, просто разрешает сделать минус фланды и лунат. Лунат, навряд ли, конечно, он заметит, но фланды должен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 45 секунд остается, в принципе, есть время обдумать свои решения. Прочекать все! Минус лунат. И 52 хп нова против дефендера, 80 хп против новой, 42 хп. Не, ну тут, да. Сказать, стрельность новой не настолько быстрая, чтобы перестелять дефендер. Только одна пуля, только ваншот могла спасти. Ну, не знаю. Не, если мне зрители помогут и где-нибудь там расположат мой стрим, то есть скажут, что там вот играют МТЕ, Ностальгия, то бишь, да, Раш 3D, ИЛТЗ, The Nation. Пацаны, гоу смотреть и наберется 4 человек, то я буду счастлив, так как возможно даже мне партнерку дадут на канале и будет изменение качества. Я наконец смогу фулл хд стримить, а не в этом качестве ужасном. Терри, о чем не знаю, мне ксго очень нравится, она очень смотрибельна и играбельна. Нави молотов часто используют, но он не часто им помогает. На том же Копенгайн геймс так, ладно, давайте последний раунд все-таки 3 в 2 ситуация, РЗ, мало хп, бомба у него на руках, мавр уже что-то на рампе там забыл, бомба ставится наверху, спокойно, РКО, РКО и баунтик, внизу, увы, на рампу, видимо, на девятку пойдет, один, второй будет вылазить из кишки, все, власт будет вылазить из кишки, как, разбивая кишку, просто убил РЗ, но все-таки 16-2, дам, господа, заканчивается третий раунд.